Этим голосом сказано всё. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Сегодня наш гость, руководитель общественного движения «Грузия за рубежом» Игорь Георгазов. Игорь, здравствуй. Добрый день. Ну и выпускник курсов усовершенствования офицерского состава, из которого потом вышел в импел, офицер отряда «Каскад», воевал в Афганистане, бывший министр госбезопасности Грузии. И начинаем мы передачу вот с чего. На экраны вышел, это я скажу от себя, совершенно никчемный в художественном отношении, это моё мнение, фильм «Братство». Павла Лунгина. А вот о чём этот фильм, так как действия происходят в Афганистане, и я чё-то среди ветеранов Афганистана хороших отзывов особенно не слышал, а вот уничижительные, да. И поэтому я пригласил Игоря для того, чтобы он поделился своим мнением об этом фильме. Ну, прежде всего, начнём с того, что я был вынужден посмотреть этот фильм, поскольку ты меня пригласил на передачу, и говорите, я фильм не смотрел. Но осуждаю. Да, ну, осуждаю. По образу и подобию Пастернака не читал, но очень мне понравилось. Вот, естественно, я его посмотрел. Ну, начнём с того, что рассматривать этот фильм в отрыве от всех процессов, которые происходили в период холодной войны, которые происходят на сегодняшний день, я бы не стал. То есть, его нельзя вырывать из контекста, не говоря о том, что это вообще за война была, какие цели она преследовала, сколько нас там было, для чего, как мы воевали. Всё это надо, так скажем, пропустить через себя, через сито, и потом уже говорить, что это за фильм. Я бы не хотел вот каких-то уничижительных эпитетов, там, мальчиш-плохиш, о Лунгине, что он никчёмный режиссёр. Нет, я считаю, он довольно профессионален, высокого уровня. Не говорю о художественном уровне фильма, потому что, ну, давай так, это не моя профессия. Но о том, что показал Павел Лунгин и какой цели он добивался, ну, вот я послушал, почитал, его послушал. Кстати, и на передаче у Познера я его послушал. Ну, сложно мне, так скажем, однозначно оценивать то, что он говорил, и я бы хотел сегодня сказать не о том, что он говорил и о чём он думал, когда создавал этот фильм. Я скажу, что вот общее впечатление от фильма. Были ли подобные случаи, о которых Павел Лунгин рассказывает, в течение вот всего периода войны в Афганистане? Конечно, были. Было ли это главной отличительной чертой пребывания советских войск в Афганистане? Однозначно нет. Если мы хотим показать, что были там подлецы, ну, каким-то образом, опять, не как художник там, а как профессионал с точки зрения того, что там происходило, я видел, да? Ну, покажите вы, что вот это отщепенцы, это подлецы, а основная масса-то нормальная. То есть, ну, показать, что все генералы там, которые показаны, все сотрудники, какие-то они уроды, все приехали туда грабить, все приехали туда бездушно, ну, так скажем, нахапать и уехать оттуда. Ну, это ужас, это неправильно. Это неправильно, еще раз неправильно. Я прочитал статью своего боевого, так скажем, друга. Братство по-настоящему то, что иногда ты даже лично не знаешь человека, но ты знаешь, что он афганец, ты знаешь, где он воевал, ты знаешь людей, которые его знают. Вот это и есть наше братство. Есть такой Сергей Козлов, он отозвался на этот фильм. Это спецназ ГРУ. Это спецназ ГРУ, который, так же, как и я, воевал в Афганистане. Но не просто воевал в Афганистане, а именно в Кандагаре. На всякий случай, чтобы было понятно, Кандагар впоследствии явился прародителем Талибана. И мы, когда только туда прибыли в составе «Каскад-1», это спецподразделение КГБ СССР, которое решало оперативно-боевые задачи на территории Кандагара, мы, будем откровенны, мы честно не представляли то, с чем нам придется столкнуться. У меня, лично у меня даже был конфликт, ну такой, не имевший продолжения, с замполитом нашего подразделения. Не удивляйся, в нашем подразделении такая должность была, и не потому, что чекистам не доверяли, нужен был, нет. Так, офицерское подразделение. Вот я объясню. Ты знаешь моих друзей, коллег, которые в «Каскаде-1» были в Кабульской группе. В Кабульской группе были только офицеры. А в Джалалабаде? Все там было смешано. Джалалабад был смешанный. Смотри, вместе с нами в спецподразделении был так называемый приписной состав на особый период. Это водители БТР, это повара, то есть это тот тех персонал, на который в данном случае государство не стало, ну так скажем, расходовать энергию офицеров. Вот в Кабульской группе, кстати, очень интересно, там ребята все сами. То есть они и водители были, и сами готовили и так далее. У нас вот этот приписной состав. И для того, чтобы, а тот приписной состав, считая себя спецрезервом, до приземления в Кандагар, по прошествию месяца, некоторые узнали, что мы не такие же приписники, как они, а что мы действующие офицеры. Почему? Периодически с ними проводились эти, как его, тренировки, сборы. И люди видели друг друга, что да, вот они такие же, как мы. То есть мы как партизаны, в кавычках, да. А тут проходит время, и они понимают, что это офицеры КГБ СССР. А так вот, для этого, для того, чтобы среди них, так скажем, вести эту политическую работу, руководство и дало вот такую должность. И в первые дни нашего пребывания в Кандагаре, я смотрю, что вот этот замполит, мы без погон, я даже звания не знаю, тогда я имя, отчество не знал. Значит, прибивает на доску объявлений стенгазету. Называется «На южных рубежах Родины». Опаньки, приехали. Я капитан к этому времени. Я говорю, что это, что это такое? Он говорит, как, что такое? Стенгазета. Тогда не было, никто не знал Владимира Вольфовича Жириновского, который сказал свою знаменитую фразу о сапогах в Индийском океане. Я ему говорю, я говорю, слушай, так может быть, такую же дощечку на берегу Индийского океана, в каком смысле? Я говорю, южные рубежи нашей Родины заканчиваются в Кушке. Есть такая точка, самая южная точка на границе Советского Союза. И я тогда не понимал, от чего он меня спас. Это уже когда мы заканчивали командировку вместе, уже прошли через все там, да, и горесть, и радость, и боевые действия, и все-все. И он мне говорит, Игорь говорит, ты знаешь, почему тебе повезло? Я был начальником заставы у твоего отца. А твой отец же пограничник. Он пограничник, да. И я, говорит, зная Пантелеймона Ивановича, вот, я не стал, говорит, вот достаточно было мне написать, что такой-то высказывает... Сомнение. Сомнение, да. Чем бы закончилась твоя карьера? Ну, мы это уже в дружеской обстановке говорили, да. В принципе, он был прав. Может быть бы, конечно, и не уволили ничего, но уже такое пятно бы было серьезное, что, ну как, партия правительства. Дело в чем? Дело в том, что мы ощущали непродуманность всего, что происходит. То есть местное население не понимало нашу роль. И мы встречались с аксакалами, объясняли. Ну, вот такой примитивный пример. Значит, говорим местным жителям. Мы защищаем завоевание вашей революции. Вот ваши хозяева, которые вас эксплуатировали, находятся в Пакистане. Вы собираете урожай и часть отправляете туда. Не надо этого делать. Революция вас от этого освободила. А аксакал говорит, ну, мы все поняли. Я говорю, ну, если поняли, зачем вы посылаете туда? Это ваше. Он говорит, наше мы оставляем себе. А это его. Мой дед посылал его деду. Мой отец посылал его, то есть делился с ним. То есть это на уровне... Это на уровне уже... Корана и, наверное, местных традиций. На уровне местного менталитета этот хозяин. Аксиума. Да. И ему... Стараешься объяснить, что не надо хозяину. Вот ты себе то, что ты заработал. Он говорит, себе я уже оставил, а это бесполезно. Значит, я это к чему? Такой пример заземленный. То есть не все понимали, когда тебя местное население как минимум к тебе с опаской относятся, а когда враждебно, ты понимаешь, что ты инородное тело здесь. Это ощущение было. Но оно постепенно, по мере пребывания там, когда они видели, что если у них затруднения, и кормили их, и привозили там воду, и давали горючее местному населению. Для них это было удивительно. Я перескакиваю. У меня есть такой знакомый документалист, очень известный из Великобритании. Он здесь, кстати, тоже делал фильм. Он записал встречу с теми муджахедами, с которыми мы воевали там. Общий смысл. Он говорит, вы что сделали? Куда вы ушли? Возвращайтесь сюда. Американцы пришли. Это беспредел. Верните наших шуравей. Это говорит человек, который в меня, возможно, так же, как я в него целился через прицел автомата и там пулемета. То есть заставить это сказать, это невозможно. И, Игорь, я тебя возвращаю к Сергею Козлову. Да. Сергей Козлов очень четко дал, еще раз, я там не согласен с некоторыми эпитетами в отношении Лунгина. Ну, это... Ты вообще сторонник мягкого подхода. Ну, не совсем, но все-таки, да? Да, да, да. Но, по сути, под тем, что Сергей Козлов написал, подпишется 99% участников афганцев, которые были там. Вот то, что он изложил, так скажем, свое видение об этом фильме, практически, я рекомендую почитать, это было опубликовано... Вчера, по-моему, или позавчера. Вчера, позавчера, да. Да, можно найти... Можно зайти в интернет, Сергей Козлов. Что касается, ну, так скажем, того, почему стоит вот этот вопрос, правильно ли мы вошли в Афганистан, неправильно, я имею на это свою точку зрения. Она, я знаю, ты тактичный, не будешь спрашивать вот до глубины, откуда источники, да? Она, я просто... Ну, учился. Моя точка зрения основывается в том числе на прямые агентурно-оперативные данные, которыми, ну, к счастью, наверное, я в свое время располагал, да? Да, и вот я сейчас могу сказать, как я вижу это. Все мы знаем, что была холодная война. Война предполагает как минимум две стороны противоборствующие. Значит, были два штаба, которые планировали стратегические и тактические операции, и война эта была холодной потому, что там не было применено оружие. Но все другие методы сопутствующей войны там использовались. И вербовки, и подставы, и дезинформация, и массовое оглупление там, и так далее, и так далее, и так далее. И психологические операции, и так далее, и так далее. Мы с тобой свидетели того, что эту войну выиграл Объединенный Запад во главе США. Надо признать, они победили. Результатом явился распад Советского Союза. Если мы будем смотреть на события в Афганистане глазами победителей, то есть Запада, то тогда братство должен быть мультиплицирован и размножен, и показывать надо так. Это если глазами победителей. А если проигравших, еще раз, мое мнение, ввод войск советских, так называемого ограниченного контингента в Афганистан, был результатом стратегической операции ЦРУ и спецслужб НАТО против СССР, и им это удалось. Один маленький штрих. После ввода советских войск в Афганистан, все высшие чины ЦРУ получили высокие правительственные награды. Точка. Поэтому, если ее рассматривать как стратегическую операцию на подталкивание, на создание Советского Вьетнама для Советского Союза, то это была удачная операция. Что способствовало этому? Способствовало то, что руководство, частично высшее руководство, опасалось и того, что потом стало реальностью. Это то, что соседствующий с Советским Союзом Афганистан мог превратиться прежде всего в базу американскую. Прежде всего. И как второй фактор мог стать агрессивным плацдармом для действия исламистских, экстремистских, исламистских сил против Советского Союза и его южного подбрюшья. Вот эти два фактора, они подтолкнули руководство, высшего руководства Союза на принятие вот такого решения. Мы между собой говорили, если бы те деньги, которые в день тратились на Афганистан с Советским Союзом, грамотно раздали бы руководителям племен, вот, Лень, ты даже не представляешь, как спокойно можно было решить все задачи. Ну ведь, насколько я одно время чуть-чуть этим и интересовался, я читал английскую литературу про пуштунов. Да. Про зону свободных племен в Пакистане. И когда англичане, ну, не так, чтобы очень быстро поняли, что с этими людьми ничего не сделаешь, они всегда будут стрелять, они их купили. Они их купили просто. Так вот, если ввод, тот вот, который был еще, вот никто не обращает ограниченного контингента. А для чего ты вводишь ограниченный контингент? Почему ты не делаешь так, чтобы сразу решить проблему? Это же тоже ошибка. Ну что ж ты, ты считаешь, что это малая кровь будет? Я сейчас разговариваю гипотезически с руководством тогдашним, которое принимало, да, решение. Но так не бывает. Да, вот здесь у нас будет вот тысяча человек, а там вот пятьдесят, а здесь так не бывает. Как говорит наш общий друг, постоянное стремление быть немножко беременным. Ну да, вот это и есть, да, да, да. Поэтому, если говорить вот об ошибке ввода, то ошибка вывода, это уже даже, это вот, это не преступление, а это больше, чем преступление, это ошибка, да. Но она уже, так, она уже делалось это, совершалось это действие под четким контролем Запада. Выводили войска, предатели Советского Союза, таким образом, как они выводили, они же бросили всех. И мы помним эту ужасную картину, когда человек, который, ну, доверился Советскому Союзу, был повешен прямо на подъемном кране. Да, это же... Ну, и те, вот, кстати, ты смотри, да, действительно, на Джабулу предали, но ведь когда уходили, все же считали, что его режим пойдет, ну, дня через три, а он два года придерживался. И опять, это же надо быть, ну, каким изуверам, чтобы такую кашу заварить в стране, а потом бросить и наблюдать, как добивают твоих сторонников. А у нас такие трагические истории, их много, они на малом и среднем уровне. Люди, которые, ну, вот, пошли, да, вот, что называется, рука об руку с нами. И потом их бросили. Что с ними делали? С какой жестокостью расправляли? А к тому времени уже название «Талибан» было знакомо всем. Да, да. Уже вот эти вот, как его, ну, скажем так, верные бенладовцы, они же, наверное, кровь уже почувствовали. Да. Ну, вообще, это очень-очень интересный и сложный народ. Вот, что у него нельзя отнять? Это воинственность, да, и внутреннее какое-то чувство свободолюбия. Это не имеет значения пуштуру. Да, абсолютно. И вот это общая такая нация воинов, таких непоказных, да, не таких вот нераспальцовщиков. Ну да, да, да. А именно вот внутри это где-то. Поэтому там и англичане ничего не смогли сделать. Вот американцы сейчас что-то у них. Ну что, то же самое. Поэтому вот так. И можно ли, мы не будем обсуждать этот фильм, потому что я всегда вспоминаю фильм, который я искренне не люблю, «Девятая рота». Ой, это отдельный разговор. Причем у меня главная претензия к «Девятой роте» — это была реальная рота. Она попала в определенное обстоятельство. Их никто не бросал. Их поддерживали. Они выдержали натиск превосходящих сил. Конечно, почему ты извращаешь реальные события? И почему ты делаешь это на американских киноштампах? Вот я на последнем сакцентирую свое внимание. Еще раз. Почему там сама история не так изложена, как была на самом деле, и так далее, и так далее. Это одна сторона дела. Война очень сплачивает людей. Очень. Вот название «Братство», оно правильное. Просто показано неправильно там, да? Возвращаясь к «Девятой роте». Эти ребята перед глазами у нас, с которыми мы бок о бок воевали. Солдаты, офицеры, спецназовцы. Ну, не было среди них с этой американской походкой, разговором, чванством, с этими оборотами. Ну, ребята, они, ну, не надо их унижать. Это то же самое, как тебя показали в этом фильме про захват заложников. Ну, игорь, новости сейчас на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим. Да. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Продолжаем нашу беседу с Игорем Георгадзе. Вначале шла речь о фильме «Лунгина. Братство». И, конечно, никак не могли мы пройти мимо фильма «Девятая рода» Фёдора Бондарчука. И можно ли утверждать, что фильм «Братство» — это вот всё, что было, а я говорил со многими людьми, которые воевали в Афганистане, причём, скажем так, они даже не воевали, а по их собственному выражению они делали там историю. И они сказали следующее. На войне бывает всё. Но если собирать по крупинкам всю мерзость, и потом эту мерзость катать в один комок, ну... Леонид Великая Отечественная война. Изнасиловали 5 миллионов немок. Вот взял, зашёл в этот, как его, в роддом, врач немецкий, посчитал больных, ну, те, кто... предродовое состояние, да? И сказал, посчитал их количество, и шестеро там или пятеро сказали, что их изнасиловали советские солдаты. Он поделил по процентам, посчитал общее население, сказал, 2 миллиона человек было изнасил... Вот так нельзя делать историю. Дальше. А что в Великой Отечественной войне? У нас РОА не было? А что... Даже... Давайте показывать Великую Отечественную глазами РОА. Даже в чекистских и партизанских отрядах и военной разведке предатели находились? Ну, как? Так идёт война. Конечно. Всегда будет место и мародёру, и предателю. Ну, а в этом фильме, извини, вот в этом фильме, значит, весь ограниченный контингент торгует оружием, он его продаёт маджахедам. Наверху об этом знают, и отношения, да и чёрт с ними, пущая они себе там и... Мне рассказывали, мне рассказывали, что был выявлен некий прапорщик. Это я рассказываю так, как мне рассказывали. История дошла, ну, я не знаю, до Политбюро, не Политбюро, но до высшего руководства спецслужб уж точно была организована вот эти вот ваши терминалы. Я скажу... Агентурно-боевая? Нет, нет. Это была агентурно-оперативная разработка. Потому что сигнал такого уровня, это, ну, единичные сигналы, да, вот, 10 лет там были наши войска, да, по пальцам можно пересчитать эти вещи. Ещё раз, ты прав в том, что делать это общей картиной всей войны, ну, просто, ну, несправедливо по отношению к тем ребятам, которые там оставили свою жизнь, своё здоровье. Так вот, про тот случай, который ты говоришь, у нас столько с тобой общих друзей, что я даже могу догадаться, даже не спрашиваю, кто тебе это говорил. Я не скажу. Да, я знаю. Поважите, я знаю, я знаю. Там действительно имело место вот такое. И была организована агентурно-оперативная разработка по всем канонам контрразведки. Более того, были созданы условия, мнимого благоприятствования. Для Моджахеда и для папорщика они себя чувствовали очень свободно. Ну, и операция была завершена ликвидацией и того, и другого. Как мне рассказывали, снайперами. Да, это снайперы работали там. И этот случай был достоянием всех военнослужащих, которые проходили там службу. Ну, и той стороны тоже, да? Естественно. И было доведено. И так как показательно были наказаны те, кто к этому имел отношение. Там была небольшая цепочка за этим прапорщиком. Все они ответили по закону. Ну, проведение такого мероприятия, так скажем, оно было связано с тем, что сам процесс передачи проходил на линии боевого соприкосновения. То есть это не было там в городе, вошли в комнату, там где-то чего-то зашли, расстреляли. Там просто возможен был уход прапорщика на ту сторону, и он мог остаться безнаказанным, так скажем. А, ну, об этом говорили очень в общем. Ну, я и не настаивал. Продавали крупнокалиберные пулеметы ДШК вместе с патронами. Только второй патрон взрывался. Как-то вот он был начинен каким-то взрывчным веществом и погибал и расчет, и пулеметы. Лёнь, сейчас ты говоришь о спецмероприятиях, которые в разных регионах проводились по-разному. Я тебе, знаешь, только единственное, что скажу. Как это делалось? В основном это делалось через афганцев, которые были вместе с нами. Они изображали себя, так скажем, патриотов Афганистана, тем, кто пребывал с той стороны, подпитанный Пакистаном. И, дескать, не бойтесь, мы свои, вот мы даже готовы то, то, то. Вот в основном так. Не то, что советский офицер нёс ДШК и продавал. Потому что к этому джахеды относились тоже с подозрением. Да, они проверяли это всё. Были такие случаи, о которых ты говоришь. Но давай вернёмся к фильму. И вот общий итог того, что обсуждалось, что показали, для меня такой. Нельзя этот фильм рассматривать как фильм-правда об афганской войне. Это эпизод. Эпизод войны. Это не эпизод даже, это сборник мерзостей. В фильме да. Да, да, да. Он нанизан там, да. Это, то есть, это лицо подонков, да, это просто не наши люди. Вот просто не наши люди, да. Сборище подонков. Они везде, и в спецназе, и наверху, и генералы, и все. Все до одного. Все. Из этого фильма это так видно. Это так и выглядит. Если бы, ещё раз, если бы было показано там несколько ублюдков, которые на фоне тех героических, я прямо скажу, героических подвигов, которые там ребята совершали, да. Потом надо ещё смотреть. Очень, знаешь, как-то вот всё, походя вот так об этой войне иногда говорят, за 10 лет погибло 15 тысяч. Это много? Это очень много. Но на дорогах России сегодня гибнет больше народа в год, чем за 10 лет войны в Афганистане, да. О чём это говорит? Не были там дикарями командиры. Там были комбаты, которые берегли своих солдат. И генералы продумывали операции, чтобы ребята могли возвращаться домой. То есть, не было такого. Вот мы сейчас здесь всё сравняем. Свои, чужие, неважно. Нахапаем. Бетоном дольём. Да. Ну вот примерно такой осадок остаётся после просмотра фильма. Этот безжалостный расстрел и уничтожение этого кишлака, аула. Это и у Бондарчука. Да. И так далее. То есть, я к чему, ещё раз. Ты прав в одном. Там очень много мерзостей война несёт. Вообще война, это вот сгусток всего плохого, что может человек изобрести. Потому что убивают люди друг друга. Кровь, которую видит человек, она по-разному действует на людей. Некоторые теряют уже контроль, превращаются в нелюдей. Всё бывает. Мерзость. Вот это предательство. Трусость. Но там же есть и подвиг. Там же есть и истинное понимание долга, который ты... Я же рассказывал, что у меня восприятие было, что мы здесь лишние. Но ни я, ни ребята, которые так же мыслили, не вели же себя там диссидентными. То есть, мы приехали в Афганистан, неправильное место. Мы решали задачи, которые ставило руководство перед нами. И нас ни на минуту не задумывали, что надо ли это выполнять или не надо. Потому что мероприятия, которые планировались там, они не были связаны с мерзостью, с гадостью. Они были связаны с решением главной задачи. Это смена режима того, который был, и защита той революции. Какой, неважно. Она была там такая, сякая. И мы видели ребят, афганцев, которые горели этим. То есть, они были истинными защитниками той революции, которая... Да, эта революция была сделана Советским Союзом. А что мы не знаем революции и перевороты, которые сделала противоборствующая сторона? Да сколько... Я еще знаю, что в Америке есть закон, который запрещает ЦРУ работать на территории Соединенных Штатов. Да, есть такой закон. Но они работают. Но они работают... Вот, кстати, хорошую тему ты затронул. Почему секретные тюрьмы ЦРУ не на территории США? Это во мне. Это вот этот закон запрещает. В эту работу тюрьмы не входят. Нет, нет, нет. Секретная тюрьма. Почему она за границей? Конечно. Чтобы на территории США не нарушать закон США. Да, то есть... Ну, это им не мешает работать. Ну, это же цинично. А почему нет? Если сегодня... Ты знаешь, это вот я твое мнение спрашиваю. Это вопрос к тебе. Работа спецслужб предполагает, на мой непросвещенный вверх, беспредельный цинизм. Ты знаешь, вот здесь я... А у нас с той стороны ангелы, а с нашей стороны вот такой фейд. Ну, я прошел путь от слушателей высшей краснознаменной школы до министра безопасности. Работал по линии нелегальной разведки и контрразведки. Ну, и сам понимаешь, что управление СПГУ, это то, что ты знаешь как КОС, и дальше Афганистан, это тоже часть нелегальной разведки, которая... Ну, я встречался с самым разным уровнем руководителей и исполнителей. У меня чистая совесть абсолютно. И я не видел там нелюдей, которые бы применяли какие-то... Вот переступали через красную черту, за которой ты уже не человек. Когда говорят, там 37-й год, пытки... Давайте так, это вынесем за скобки, да, и пусть специалисты, которые... Мы, опять же, мне рассказывали, тебе об этом знать лучше. Нам показывают удивительно... Я ненавижу вот эти последние фильмы Никиты Михалкова, «Мосторский слишком сильное слово», «Бог всем». Не люблю. Утомленные солнцем. Когда его везут уже, он арестован или задержан, его везут, и он бьет одного из задержанных, как следует так. И тут его начинают в мясо просто. Мне было объяснено, что они не имели бы на это никакого права. Если бы надо было, вот куда его привезли, вот этот вопрос решался бы там. А эти ребята, они могли его скрутить, но он должен был приехать без единой царапины и синяка. Лень, я перескакиваю немножко. Я по жизни так собирался вместе с довольно опытными людьми в киноиндустрии написать сценарий. То есть у меня был синопсис, и я хотел сделать... Не удалось нам. Почему? Потому что вот ты обращаешь внимание вот на эти нюансы. Да, вот смотри. А из этих нюансов все и складывается? Да, да. Как только я сказал, что, ребята, так... Я сейчас не про... Я понимаю, да. Солнце... Нет, не про это. И не про девятую роту вообще. Про что-то другое. Я про свой. Я говорю, ребята, так не бывает. Слушай, ну... Но кино... Мы же не документальный фильм, не учебный фильм делаем. Я говорю, ребят, вот этот нюанс характеризует все подразделение дальше. Так не было, так не делалось. Мы не имели права. Нас по-другому воспитывали. Вот когда вам сейчас говорят, что там беспредел ЧК, КГБ и так далее. Ребят, где вы это видели? Я работал в этой системе. Вчерашний... У нас человека в следственном отделе, который по щеке, открытой ладонью... Пощечину дал. Пощечину дал. Его уволили. Ну, кому сейчас ты это расскажешь? Кто тебе поверит? Как? Да вы кривавая гибня. Гибня обязательно. А, кстати говоря, вчера я только... Не вчера, по-моему, сегодня утром. Я что-то листал в интернете. КГБ слушал, кого хотел. Одного слова... Да что за чушь! Слушай, Игорь, вот у меня к тебе вопрос. Ты организовывал Министерство госбезопасности Грузии, ты организовывал спецподразделения, силовые подразделения Министерства, ты работал при Советском Союзе. Расскажи, пожалуйста, насколько легко было оперативному сотруднику получить санкцию на прослушивание... Ну, например, под предлогом того, я следую логики автора вот этой якобы статьи, он антисоветский анекдот рассказал. Чушь собачья. Это... Лень, вообще, чтобы было понятно, одна из самых законопослушных организаций, это я говорю искренне, нет Советского Союза... То же самое говорил, сидя на твоем месте, Женя Анташкевич. Слово-вслово. И еще раз, у меня очень много друзей было в МВД. Больше того, у меня был родственник в МВД. По сравнению с... Я сейчас беру комитет Грузии, комитет и МВД Грузии. По сравнению с КГБ Грузии, МВД Грузии... Кстати, очень долго возглавляемый этим, как его, Шеварднадзе в свое время. Да, он был... Это были беспредельщики. Вот МВД. Мы просто порхающие ангелы. Чтобы у нас привести человека, его побить, допросить через кулаки, ну, это исключено, Лень. Дальше. Ты говоришь, кого мы могли прослушивать? Да для того, чтобы ты доказал, что этого человека надо прослушать, ты должен был принести кипу агентурных сообщений, материалов, доказать, что, возможно, здесь готовится преступление, предусмотренное именно теми статьями, которые относились к компетенции КГБ. Нельзя было так? Вот он что-то... Это вот эти сказки, которые, да, до сих пор... Так они не до сих пор, они 30 лет уже. смотрел на Запад и улыбался. Все, это враг. Да не было этого, ребята. Ну, что за чушь? Для того, чтобы... Дальше. Кстати, вот в этом смысле Хрущев нанес нам огромный ущерб. Он касту сделал, партийно-номенклатурную касту, которую мы вообще не могли контролировать. А, да-да-да-да-да-да-да-да. Вы не могли работать по партруководству. Да. Значит, это те сказки, которые, что мы кого-то там... Раз, секретаря ЦК подключишь, там этого не было. Для того, чтобы внутри партии руководств... Районное звено, ты уже должен был доказать, что он взяточник, и его слушать надо было. Тебе просто не давали санкции. Это номенклатура ЦК Компартии Республики. Номенклатура ЦК Союзного, да? Ты не мог туда влезть. То есть, можно предположить, что то, что было у вас в КГБ Грузии, было и в Центральном аппарате. Да ну это мы же зеркально работали по всем этим, как его... Просто отношения там какие-то... Потому что то, что рассказывали мне... Вот я хочу твоего подтверждения. Во-первых, ты должен был все обосновать. Обязательно. Не в разговоре, а в письменном виде. Обязательно. Ты шел... Ты же не мог прыгать через голову непосредственного начальника. Я тебе больше тебе скажу. Если... Вот ты приходишь по ступеньке. Идешь к начальнику отделения. Тот идет к замначать дело. Тот идет к начальнику отдела. Тот идет к зампреду и до председателя. Эта ступенька обязательно. Эта бумага не может просто лечь к председателю. Каждый расписывающийся подтверждает, что это необходимо. А у кого две жизни? Каждый думает о себе, о карьере, о законности. Потому что если он один раз подмахнул, да, Опер его подставил, завтра, послезавтра это аукнется. Теперь. Через что проходили ребята? Приносят первичные оперативные материалы. Ага. Вот агентурное сообщение. Ни одно. Нельзя на основе одного агентурного сообщения. У тебя два-три источника должны. Толковый начальник отделения, если он видит, что слабоватые материалы, он шел на контрольную встречу с агентом, вместе с этим оперативным. Твой агент, да, устрой контрольную встречу, он сидит с ним, работает и получает дополнительные данные. Да, оперативный работник правильно осмыслил данную информацию и так далее. Не было такого. Сидит, он взевает опер, смотрит в окно, говорит, дай-ка я прослушаю Леню. Он вчера анекдот рассказал. Такого не было и нельзя было. Потом, надо же еще понимать, у всех вот такие глаза, меня слушают. Это, теперь спроси у меня, я министр безопасности, сколько одновременно я мог звонков контролировать. Это даже, подожди, я даже это сокращение знаю, ОТУ, оперативно-техническое управление. Да, да, да. Сколько? 120. Все. Подожди, 120 за какой? Телефонных звонков одновременно ты мог слушать. Вот, то есть, у тебя на территории республики. Это к вопросу активизировки КГБ, да. Сейчас другая ситуация. Я очень, так, мазками скажу, сейчас слушают не телефон, а слушают эфир. И современная техника позволяет слушать эфир и вычленять то, что тебе надо. Я очень так, да, не вникаю. А зачем детали? А зачем детали? Но, вот я тебе конкретно говорю, я получил наследство в министерство, где мы могли, это дорогое удовольствие. А, плюс ко всему, это еще и денег стоит. да. Ты, во-первых, когда ты начинаешь слуховой контроль кого-то, это же, во-первых, конкретные люди контролируют это, они не знают, что ищет оперработник до конца. У них есть общие наметки, дальше это ложится на бумагу, и дальше несется оперативному работнику, и он работает над этими, да, то есть он вычленяет лишнее, ненужное, нужное, прослушал две-три недели, тебе завод говорит, есть что-нибудь, нет, выключай. Да, товарищ, не на тебя работает, значит, ты принес серой материал, да, то есть, еще раз, вот это тотального, кровавая гибня, везде всех слушают, за всеми наблюдают, люди даже не представляют, сколько объектов одновременно можно было водить, там, допустим, в Грузии, да, в Москве здесь было 100 посольств, да, резидентуры, работающие под прикрытием посольства, резидентуры стран НАТО, здесь мощнейшая седьмая служба была, это наружное наблюдение, да, но все равно же ограниченное количество, ты же не можешь всех, ну как, за всеми же не уследишь, это, это просто у тебя человеческого, ну, не хватает просто численности, до всего, до всего, да, поэтому вот это вот, меня слушают, за мной следили, да, ребята, вы очень высокого мнения о себе, да, о себе, да, поэтому, но, насколько я понимаю, если все подтверждено, ну, документальный, был документальный фильм о Пинковском, ну, там уже, там уже включается все, и там уже не идет речи, этого не хватает, хватает, все силы бросаются, тогда бы не было вот этих громких, дел, да, Толмачев, Пинковский, и так далее, ну, очень многие, да, известные дела такие, конечно, тогда все силы, оперативно-технические, наружное наблюдение, агентурные, и так далее, и так далее, все-все было направлено, но это когда уже были железные, это когда уже ты видишь, что ты имеешь дело со шпионом, с врагом, с перебежчиком, и так далее, значит, резюме, мы подведем буквально, не мы, Игорь подведет буквально в две минуты, после новостей, а дальше возникнет персонаж, который должен был бы утонуть, но почему-то загадочным образом всплывает опять, вот нам Игорь про него рассказывает, новости на радиостанции, говорит Москва. Этим голосом сказано все, интеллект, эрудиция, интерес к жизни, программа Леонида Володарского. Продолжаем нашу беседу с Игорем Георгадзе, и в заключении, Игорь, вот эти вот два эпизода, две частицы, чего? Я имею в виду два фильма. Леонид, после Второй мировой войны, после 1945 года, 1900, до сегодняшнего дня, продолжается холодная война. Она ведется с разной интенсивностью, до 1991 года это была одна интенсивность, после развала Союза, которая явилась главным итогом той войны, она и сейчас продолжается, и это чувствует мир на себе, и не только Россия, но и Китай чувствует это, и на Ближнем Востоке себя чувствует, не совсем Турция. Иран. Да. И в ходе этой войны штабы, условные штабы, вырабатывают, как им кажется, на сегодняшний день правильные стратегические и тактические ходы. И в эту войну включены некоторые вообще в темную, в силу своих взглядов каких-то, в силу своего, ну, менталитета, в силу своей позиции общечеловеческой, он волей-неволей находится по ту или эту сторону. Мы очень хотим быть нейтральными, не получается. Объективными, нейтральными. Ну, не получается. Во многом, во многом, я считаю, что еще при Советском Союзе надо было сделать очень главный шаг. Это касается не России, это касается всего постсоветского пространства, включая то пространство, на которое Советский Союз имел влияние. Я имею в виду, что надо было законодательно, как это сделал Китай, подвести итог, политический итог. Вот не может сегодня склеиться любая страна, я не умею в виду Россию, Грузия, там, Украина, неважно. Если не будет понятно, Бандера, это враг или друг? И если ты говоришь Сталин это кровопийца или победитель, вот я считаю, что придет это время обязательно и обязательно общество во всех странах должно принять для себя. Ну, для России это актуально, там, для постсоветского пространства. Что было вот это 30-е годы, Сталин и так далее? Как сказали по Маудзидуну? 80% он сделал добро, 20% это были ошибки, включая и те преступления, которые в этом режиме. совершены. Все. Точку поставили, сказали, дальше рот не открывать. Не муссируйте это. Почему? Потому что если мы хотим, чтобы общество, вот я по Грузии говорю, было сплоченное, оно не будет, если у нас все время будет за белых, за красных, да, там, ну, как ты, в каждом конкретном случае это все время будет. Тем более, что после развала союза многие страны, сейчас самостоятельные, а раньше республики Советского Союза, отказались от идеологии. законодательно, то есть конституционно, американцы от идеологии никогда не отказывались. У них постоянная идеология, она присутствует везде, в спичи какого-то там маленького чиновника, в выступлении президента, в фильмах Голливуда, да, в фейковых новостях, она везде присутствует, да. Конечно. И все это, и все это продолжение. А и мы сегодня поговорили о двух маленьких кусочках. А это все составная часть, все-таки оттуда берет начало вот эти разные взгляды и так далее. Еще раз, закрывая тему вот этого обсуждения фильма, война всегда полна грязных событий. война мы знаем бывает справедливая а не справедливая, да. И я как участник этих событий, как человек, который вот что называется пощупал эту ситуацию своими руками, посмотрел, он дышал этим воздухом, он был с этими ребятами. Лицо войны было не такое, каким его показал Лунгин в фильме «Братство». И второй фильм. Вообще даже не будем называть. Игорь, спасибо тебе. Спасибо за масштабный анализ. Спасибо. Не за разбор, что автомат не такой возможно, а этот сидел в представительстве в галстуке все два года проходил и с автоматом нигде там не на боевых нет. Ладно. И теперь, значит, как было обещано, Игорь, значит, на Украину снова приехал Михаил Саакашвили. К нам приехал наш любимый. Да, да, приехал Михаил Саакашвили. Я думал, что он утонул, но он плавает. Ну, ты же знаешь, кто не Тони. Ну, я догадываюсь, да. Скажи мне, пожалуйста, его приезд, это же ведь ну не просто так, это никакая не случайность, его незаконно вроде бы лишили граждан, то есть ему дались сначала незаконно, да, а потом теперь обратно дали кому надо и какая роль ему отводится. С его возвращением появилось такое сообщение, что на призыв Зеленского украинцам рассыпанным по всему миру отозвался только Саакашвили. Это они, извини, это анекдот или... На призыв Зеленского вернуться украинцам на родину отозвался Саакашвили. Единственный украинец. Да, да, да. Конечно, это анекдот. Значит, ты понимаешь, вот сейчас просто говорить о Саакашвили, немножко не подсветив его, ну так скажем, характеризующие его черты как человека, да, и как политика. Будет сложно понять, почему он не тонет, да, как ты это выразился. очень многие воспринимают Саакашвили по тем новостям и той пиар-компании, которая вокруг него была на протяжении там 9 лет, пока он был президентом, и потом вот комментарии западных, особенно западных СМИ, которые его считают светочем демократии, и так далее, и так далее, что великий реформатор сделал очень многое для Грузии. Значит, я тебе благодарен за то, что ты всегда тактичен в вопросах. Я сейчас скажу, почему. Значит, очень многие считают, что, вот если говорит сотрудник спецслужб, да, он в данном случае ведет себя как политолог, он не может себя вести как политолог. у нас критерии оценки личности, подходы, свои, они специфические, они хорошие или плохие, это другое, они специфические. Есть собственные наблюдения, есть открытые источники, есть агентурно-оперативные, есть данные технического контроля, и вот когда мы, я имею в виду, представители спецслужб, характеризуем человека, то слушатель в данном случае вот твоей передачи должен понимать, что это не набор слов, которые вот в данный момент какой-то политолог считает выигрышными или проигрышными. То есть, то, что я буду говорить о нем Саакашвили как о человеке, как политике, это основано именно на той базе данных, о которых я только что сказал. Прежде всего, самая главная характеризующая его черта это трус. Трус. Причем патологический трус. Я не буду даже приводить примеры, которые на экранах мы видели, как он прятался, бежал, там самолет пролетел в сотни километрах, он не об этом. С детства по сегодняшний день это трус. Дальше. Заключение экспертов, которые наблюдали его, это западные эксперты и ни одной страны это человек с неуравновешенной психикой. Она и не может быть у него уравновешена, потому что это доказанный факт, он наркоман. Да, он качественный нюхает наркотик, но это наркотик. И кокаин, которым он балуется, это не тот кокаин, который в подзаборе. Это чистый, хороший с точки зрения наркомана. Это человек с большим количеством комплексов. Отсюда его на первом этапе его президентства неуемное, ненасытное стремление оплодотворить как можно больше случайных связей с женщиной и так далее. И мы знаем, это показывали, это открыто, значит, он человек, который на основе вот этих комплексов он склонен к извращениям. Мы это видели, мы видели интервью, я их не путаю, трансгендер, то ли кто-то, в общем, то ли он девочкой был, стал мальчиком, или мальчик, стал... Любой человек в интернете это может найти. да, да. Дальше, это амбициозный человек с завышенной самооценкой, очень амбициозный и с очень завышенной самооценкой, авантюрный, алчный, беспринципный, тоже очень такая опасная черта для... значит, и самое-самое страшное, он... это характерная черта для труса, он способен на любое преступление. Трус способен на любое преступление. От страха он может сделать то, что никогда себе не позволит человек смелый. Вплоть до убийства. И он это в своей биографии доказал. Ты знаешь, я все время задумывался, вот что должен сделать политик, а он таковым искусственно стал после того, как его прислали президентам Грузии, да, из-за рубежа. Вот что он должен сделать, чтобы он перестал быть рукопожатым? Премьер-министра убил. Жвание. Жвание, да. Это вот от малого до великого в Грузии все знают. Масса тому косвенных и прямых доказательств, и свидетельские и так далее, и так далее. Органами человеческими он со своей женой торговал. Доказанные факты. Доказанные факты практически. Женщины, которых выпотрошили в тюрьме, люди, которые в тюрьме работали, говорили, что под эгида его жены приезжала, заходила спецтехника, увозили и так далее. Все. Слушай, три разных государства, Италия, Израиль, по-моему, еще кто-то. В общем, сделали репортажи о том, как по поручению Саакашвили были из Грузии вывезены представители его зондеркоманды, это расстрельная команда, которые на Майдане в Киеве стреляли и в оппозицию, и во власть. Ну, в эти, грубо говоря, в сотрудник внутренних дел. И туда, и сюда, да. Ну, вот они, эти люди, они рассказывают это, они рассказывают это из-за страха, они, чтобы их втихаря они не... они хотят получить хоть какую страховку. Ну, об извращениях, об его там обжорстве и неуемной, в кавычках неуемной, это же все на таблетках делаются, сексуальные, там, гиперсексуальности, это легенды, которые там ходили в Грузии, они все подтверждаются фактами. Вот что еще должен сделать политик, чтобы не быть рукопожатым? Он должен быть независимым, тогда он будет не рукопожатым. Это да. А если ты подлец, но свой подлец, тебе все время будут сжать эту руку. Ну, так это уже с 19 века же идет. Да, да, да. Поэтому, если человека вот с таким набором, характеризующих его качеств, видит спецслужба, которая хочет государство превратить в противника России, то лучшего кандидата найти невозможно. Управляемый, с комплексами, наркомант, все, что хочешь, ты можешь все с ним делать, и он будет все исполнять. Чем закончилась его политическая деятельность? Во-первых, в политике он авантюрист, это все видели, да, одна война августа 2008 года, все, да, там все сказано. Человек, который дал команду и стреляли в спящих жителей Схенвали и в миротворцев российских. Закончено. Этот человек переступил все красные линии и совершил преступление против человечности. Он разрушитель и профессиональный предатель. То, что предатель, вы все видели, что происходило, когда он на Украину приехал, обнялся с Порошенко, да мы братья, да там все, дружба пха-пха, и до этого, как его, до могилы, и через какое-то время, это первый враг, борец за справедливость. а что ты скажешь, ты говорил об этом, может быть, напомни, что ты скажешь о его одесском губернаторстве? Скажу. В одесское губернаторство он окунулся, имея за плечами 330 тысяч человек, посаженных в тюрьмы в Грузии, 330 каждый каждый десятый человек побывал в тюрьме, причем анализ, которым занимались ребята на местах, из этого количества 30 тысяч это те, кто совершил уголовные преступления, что-то украл, подрался, убийство на какой-то почве, дорожное происшествие, и так далее, и так далее. А 300 тысяч это расправа с инакомыслящими, с отъемом собственности, с пытками, весь мир видел, что делали с заключенными в тюрьмах Грузии, это гестапо. Вот один такой эпизод в любой стране, в любой, ну, посмотри, что в Австрии сейчас произошло, какая-то босника, ересь какую-то несла, и в правительство ушло. Слушай, но там же, по-моему, все было гораздо сложнее, не на ровном месте. Нет, это проведенная комбинация, да, и каких спецслужб. Впервые, кстати, российские не обвинили спецслужбы. Странно. Это, я думаю, просто времени не было. Просто времени не было. Да, да, да. Значит, этот человек... И за это избили нашего врача в Косово. Да. Вот за то, что времени не было, ему заинтересовали. Прикладом, да. Так вот, этот человек с таким багажом и с таким разгоном, посланный туда своими хозяинами на Украину, он вдруг, значит, окунается в ситуацию губернаторства Одесского. А Одесса, это же, наверное, все-таки, прежде всего, порт. это прежде всего порт и вся инфраструктура вокруг порта, да, то есть, начиная от границы таможни, сопутствующие предприятия и так далее. Это возможность бесконтрольно отмывать деньги и зарабатывать на контрабанде. Там контрабанды было, но Украина, это не Грузия. Поддержанное оружие, которое из Украины расходило. Да все там, ты что хочешь туда. Единственное, что на Украине не было ядерного оружия. Остальное, все можно было оттуда. И он все это делал, там не гнушался ничем, но извините меня, если в Грузии он смог вот навести этот страх, ужас, расстрелы под видеокамеры под предлогом группа едет по нашим оперативным данным на грабеж. Вот милиция догоняет, расстреливает, это действительные факты жизни Грузии, понимаешь? Ему это все сошло с рук. И он вот на этом таком вот воодушевленном состоянии такого мини-диктатора прибывает в Одессу. А там же, наверное, Игорь, я предполагаю, есть свои хозяева, свои бенефициары этого порта. А там такие умные люди с таким красивым, любимым мной выговором, которые сказали, Миша, ты не туда попал. И начали оказывать сопротивление. А там же еще наверху сидит Аваков, он же видит все это. И пошло столкновение. Потом там его одернул и Петро, сказал дружба-дружба, а деньги-то это как-то что-то зин. А куда деньги идут? И столько там всего переплелось и наехала коса на камень. Он подумал, раз меня однажды поддержали, я начал войну, меня вывели миротворцем, я начал гестаповские методы, меня поддержали, я там то-то-то. Не то-то было. Одернули, одернулись сильно, выгнали. Прием его был незаконным. Это сейчас все говорят, то есть прием гражданства украинское был незаконным. Лишение тоже незаконным. Сейчас прошло-то два года. И вот все задают вопрос, кто и зачем его вытащил из загажников каких-то. Ну, о том, что он не тонет, мы с тобой согласились, понимаем, почему, потому что такой продукт, он всегда нужен для того, чтобы что-то испачкать. Не, ну, такое должно всегда где-то на полке стоять. Да, вот оно и есть. А эта комбинация, безусловно, безусловно, она имеет пока что прицел местного значения, украинского. Это человек, который по своим качествам разрушитель, может пригодиться в серьезных комбинациях, которые, на мой взгляд, может выстраивать намного умнее его человек, фамилия которого Коломойский. Я не думаю, что в перерывах между... Это я посмотрел его интервью здесь. Да. Ну, нам украинское телевидение, неграмотный ведущий, который берет интервью, там, задает вопросы, ну, ужас. Ты знаешь, а он не дура. У нас-то из него шутна горохова. Леоня. Там мозг, там интеллект. Игорь Коломойский, как его по-домашнему бене называют, да, там, очень умный, серьезный бизнесмен, умеющий просчитывать ходы и очень легко идущий на компромиссы, потому что он бизнесмен. И я думаю, что, конечно же, не в перерывах между выступлениями в 95-м квартале Зеленскому приснился Саакашвили. Явился ангел и сказал иди в президенты. Конечно же, команда, которую вокруг него собрал Коломойский, а может быть и он и сам, до еще инаугурации на этот пост президента Зеленского, он уже озвучил, что такой человек, как Саакашвили, ему понадобится в качестве советников. Ребята, так просто это не бывает. Теперь... И не этим людям, наверное, это решать. А Коломойский, он что, безбашенный, он ни с кем не согласовывал? Да, конечно, согласовал. И подстраховался. Да. И очень часто звучит вопрос, а они встречались, договаривались? Я ничего не исключаю, но, скорее всего, Коломойский послал какого-то очень толкового своего представителя, они обговорили Саакашвили рамки, в которых он должен находиться, и его пригласили. Все это так, но здесь, по-моему, недооценка Саакашвили, как человека, который в рамках делать ничего не может. Не кушать, не пить, не есть, и даже быть в команде он не может. То есть нет такого поводка, который... Да. Вот здесь у него отрывается, потому что, как говорят, после приема серьезной дозы кокаина мышление меняется. Поэтому, что он будет вытворять там на Украине, предсказать очень сложно. Но то, что Украина от него еще раз пострадает, это точно. Игорь, спасибо. Значит, последние полчаса передачи будут ответы на вопросы, а на нашей радиостанции новости. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Итак, в этом получасе программы Игорь Георгадзе ответит на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос Игорю. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Пантин Иванович, ответь по теме передачи вопросов. Скажите, было такое в Тбилиси? Во время войны молодой человек дезертировал из армии, чтобы на фронт не ходить, потом убежал из КВД и три года посещал театры, там это деньги получали, они это из-за границы свет, Белый Георгий назывался, организации ждали немцев, и никто его не брал. Могло такое случиться у вас в Тбилиси? И все его укрывали. Спасибо. Хотя он на виду был. Я должен извиниться перед радиослушателем, значит, это какой-то очень конкретный случай, да, и я не могу, не имею права вот так поверхностно ответить. Я буду иметь в виду этот вопрос, если меня Леонид Володарский еще раз пригласит. Приглашу, приглашу. Да, я подготовлюсь, потому что я не могу ответить вот так в слетах. Нет, ну, факт, что готовилось подполье на случай ухода советских войск и советской власти. Да нет, это конечно, это конечно, он называет конкретно Белый Георгий там и так далее, и так далее, да, это сложно. И, кстати говоря, там чуть-чуть я об этом читал, но там были колоритнейшие личности, которые были оставлены просто. Ваш вопрос, Игорь Георгадзе. Здравствуйте. Добрый день, Сергей Алексеевич зовут. Пожалуйста. У меня такой вопрос, вот в свое время большая группа специалистов ЦРУ неустанно работали над обработкой открытой, закрытой там информации с целью подготовки подробных политико-психологических портретов от правящей элиты в СССР. Вот на ваш взгляд, в порядке сравнения с Советским Союзом, требуется ли сейчас такая кропотливая и неустанная работа ЦРУ для подготовки в России агентов влияния? Ну, естественно, и не помогает ли в этом плане сама политика экономической ситуации в России? Спасибо. О политике в России экономической я некомпетентен как гражданин Грузии рассматривать и давать анализ. А вот что касается то, о чем вы говорили, да, такая работа велась, ведется и, уверяю вас, будет вестись постоянно. Это почерк спецслужб тех, кто думает на десятилетие вперед, тех, кто играет в долгую, они все время занимаются вот созданием таких психологических портретов кумиров, лже-кумиров, врагов, лже-врагов и так далее, и так далее. Вы посмотрите сейчас, вот, я не беру Россию, я беру вообще молодежь постсоветского периода, да, как во многих вопросах им, я имею ввиду нашим коллегам на Западе, удалось переформатировать восприятие истории России, Советского Союза, тех республик, где раньше был советский строй и уклад, и это все кропотливая, тонкая, рассчитанная на годы работа. Ну, даже, наверное, работа ведется, вот, ты говорил про Саакашвили. Да. Ну же, ну, отработанный материал, казалось бы. Совершенно верно, но, но, есть у западника, мы говорили, да, что подлец, ну, свой подлец, он два года, правда, был неудел, он, как назойливая вот эта муха, которая с навоза залетает в комнату, он портил воздух вокруг, ну, достал, и, когда появилась такая возможность, хозяева его, хозяева, чтобы он, наконец-то отстал, командировали, дали разрешение командировать его на Украину, тем самым показывают, какое пренебрежительное отношение к Украине, потому что, если ты к государству относишься хорошо, ты, конечно же, туда такого субъекта, как Саакашвили, не направишь. Нет, я же, я к тому сказал, что ничего не пропадает. Не пропадает, это все, это, это заложено было, да, оно не пропадет, все в хозяйстве пригодится, даже не тонущий. Ваш, пожалуйста, ваш вопрос, здравствуйте. Доброе утро, большое спасибо за передачу, два маленьких вопроса. Пожалуйста. Значит, на Украине четкий раздел, восток-заврск, кто-то идет на парад победы, бессмертный полк, кто-то называет Георгиевской сенточкой-холорадской. Есть ли такой раздел в Грузии? Это первый вопрос. И краткий прогноз по будущему, если можно, по будущему Украины и Грузии через 5-7 лет. В Грузии такого отношения, как на Украине, нет. К ветеранам относятся с пониманием и с уважением, хотя, это, конечно, не та ситуация, которая была в свое время, ну, лет даже 20 там назад, да. Что касается будущего Украины и Грузии, ну, вы знаете, как, все должно возвращаться на круги своя. Не может постоянно пульсировать Украина с элитой, которая ориентирована на героизм Бандеры. Ну, не будет этого. Народ сам придет к самоочищению. В Грузии... Какой ценой? Вот и вопрос. Да, цена может быть очень разной. И я не верю в то, что большинство украинского народа действительно считают, что Бандера и все последователи, ну, так скажем, ну, они же служили фашистам. Конечно. Ну, это же открыто. Что они будут олицетворением героизма украинского народа. Я в это не верю. Поэтому, что касается Грузии, то в Грузии мы сейчас переживаем постсакашвиловский синдром и период. Нам надо там очень много сделать по восстановлению справедливости. Нам очень нужно сильно поработать по возвращению отнятого у населения имущества и так далее, и так далее. На этом пути делается очень много и очень, ну, так, целенаправленно. Я надеюсь на то, что через 5-7 лет, как здесь слушатель задавал вопрос, мы все-таки будем иметь другую картину и не будет той враждебности, которую демонстрирует на сегодняшний день Украина, ну и частично еще по инерции от саакашвиловского режима и Грузии. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, два вопроса. Скажите, согласны ли вы с тем, что наше вечное стремление кого-то освобождать совершенно неоправдано, поскольку далеко не для каждого народа свобода в смысле независимости и справедливость это главное понятие, в отличие от которых и второй вопрос. Согласны ли вы с тем, что одной из главных причин развала Союза послужило то, что он вобрал в себя слишком много разнородного материала, а как известно, наиболее прочее, именно Магалит. Все понятно. Спасибо большое. Насчет освободительной миссии России, я думаю, лучше пусть говорят граждане России, да, это первое. Второе. Что касается по развалу Союза, вот то, что Союз в себя вобрал, было проверено в ходе Второй мировой Великой Отечественной войны. Если бы это было, ну так скажем... Как говорили нацисты, колосс на глиняных ногах. тогда бы он и рухнул, а он там выстоял, а вот с предателями он не смог справиться. Великой Отечественной войны. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Да, здравствуйте, уважаемый Леонид. Вопрос к вашему уважаемому гостю. Пожалуйста. Как развет спецу, непредвятому и эрудированному. Вы знаете, наверное, что недавно умер Валентин Файлин, и его воспоминания просочились сеть по поводу визита в 68-м году Дэвида Роксфиллера, который играл значительную роль в урюблении Карибского кризиса, и который встречался в Москве в 68-м году с членами Политбюро. Вот по его мнению, какие-то после этого визита прошли, если не трансформированные изменения, но инъекции, в том числе и вашу систему, когда был создан помимо основной академии ФСБ, которая сейчас как называется, так называемый теневой институт, который возглавил зять Косыгина. И появился банк Морган Чейз, и в том числе по закупкам зерна и нефти и продажи их в том числе произошли какие-то изменения. Вам что-то об этом известно? Идет об институте Гвишани. Да. Да. Значит, я могу ответить таким образом. Ни на одну минуту, ни на одну секунду не прекращалась деятельность западных спецслужб по проникновению структуры, в умы, в самые секретные, так скажем, институты Советского Союза и то, что Фалин описал, это, я считаю, это соответствует действительности, но говорить о степени теневой и не теневой пока мы не можем, потому что у нас с вами нет в распоряжении документальных материалов. Одно я точно могу сказать, что то, что называется оттепелью, это вот тот период, да, вот, хрущевский период, на самом деле это заэвуалированная форма начала, очень серьезного начала развала Советского Союза, общим мазком только, конечно, значит, вот, оттепель, а у нас в это время церкви при оттепеле превращались в склады и в кинотеатры, да, у людей отнимали маленькие бизнесы, совершенно верно, я прекрасно помню, как я еще совершенно там от горшка два вершка, я помню, мы пришли с отцом в одну мастерскую, там шили кепки, и отец там встретил своего хорошего прежде, Константина Бескова, они шили совершенно открыто, и люди говорили спасибо, при усадебной участке, при усадебной участке, все, это все при Хрущеве, крестьян обложили налогом, ты должен сдать столько-то мяса, столько-то, нету этого деньгами, как, и так далее, я к чему, я к тому, что, это очень широкий вопрос, и на институте Гвишьяне я бы не зацикливался, так скажем, а то, что работа шла, и то, что верхушку Советского Союза, начиная от Хрущевской, старались сделать такой, чтобы она нравилась Западу, сначала нравилась, а потом уже и предавала, это действительно имело место. Вот, кстати говоря, это, я сейчас вспомнил, ведь как Александр Яковлев, творец перестройки, и генерал Калугин, они же были в Колумбийском университете, совершенно верно, они же учились там, надо бы посмотреть, кто с ними вместе учился, и чего они потом делали. И самое страшное, что, что это было известно, и нелегальная разведка доложила, и руководству СССР было известно, Горбачеву, когда Крючков сказал, что, ну вот, что делать с Яковлевым, он же вот, по нашим данным, завербован, он говорит, поговорите с ним. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Леонид, здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Во-первых, я вас поблагодарю за ваши передачи от Ашкевича Сергея Шестого, передачи про Афганистан. Спасибо. Вы мне дочь вернули, она делала, именно по вашим передачам, учится в РГГУ на журналистике, делала репортаж, ей 20 лет, это стал совершенно другой ребенок. Спасибо вам. Она мне спрашивает, папа, почему все врут? Я говорю, дочь, а теперь ты в этом разбирайся, уже ты. Теперь вопрос, значит, ну вот опять разыгрывается карта Саакашвили. Игорь, ну неужели нельзя эту муху прихлопнуть, а? Спасибо. Я знаете, как отвечу. Дорогие друзья, это не наши методы. Нет. Конечно, я понимаю ваш настрой. Вообще, нормальный человек не может на этого мерзопакостника смотреть нормально. подожди, подожди. Нормальный штатский. Да. Я... Он не может спокойно, а я думаю, что профессиональные чекисты, я это слышал, я слышал это от твоих коллег, они... Когда вот нечто подобное, вот такая эмоция, выплеск эмоций, а с той стороны сидит человек, который спокойно видит, а зачем? А зачем? Для чего? Это во-первых. А во-вторых, ну действительно, это не наши методы, да, то есть, ну нет таких задач, это во-первых. А во-вторых, самый правильный ответ, а зачем? А зачем? Вы понимаете, вот в этих сравнениях, в этих столкновениях, в этих... Она и рождается истина. И все равно, да, время идет, я понимаю, там ожидания другие, но это естественный ход, мы можем полемизировать и так далее, но... Кстати, это не первый раз я слышу, и я больше того скажу. Недавно снимали фильм документальный, там женщина, грузинка, полковник, которая работала при Саакашвили, она сказала, ну неужели в Грузии перестали рождаться мужчины, ну чего его... Сколько семей, говорит он, разорил, сколько семей слезы проливали, у многих он детей расстрелял, с его молчаливого согласия все это было, и неужели никто не нашелся? Не дай бог, дай бог ему столько лет жизни сколько ему господь отпустил, а мы давайте с вами другими методами будем. Опять же, пользуясь возможностью, смотри, когда Сталин санкционирует убийство Троцкого по нашим либеральным мыслителям, мыслителям в кобычках, разумеется, он его ненавидит, политик масштаба Сталина, какая ненависть, какая нелюбовь, холодный, трезвый расчет, Сталин говорит, значит, в Испании левые были расколоты, мы потерпели поражение, в большой войне левые не могут быть расколоты, они должны быть вместе, кто лидер раскольников? Троцкий. Он задает вопрос людям, которые занимаются троцкистами, чекистам, есть человек, который его сможет заменить? Нет. И принимается решение о ликвидации, хотя и времена были другие. Я еще хочу обратить внимание, что существовал закон, разрешающий заочное осуждение. А, дальше был закон, в который предусматривалась высшая мера наказания. За измену и так далее, и так далее. То есть, все равно это было в рамках тогда существующих, вы можете их осуждать, эти законы, но они были приняты. Сейчас нет таких законов. В Грузии есть, заочное осуждение есть, Саакашвили осужден заочно за неправомерное помилование людей, которые были замешаны в убийстве, сначала в пытках, а потом в убийстве конкретного Сандро Гиргулиани. До сих пор это дело не доведено до логичного конца, потому что Саакашвили, который помиловал убийц, на свободе. Вы понимаете? Вот, и я еще раз, пафос-то я понимаю, но все в рамках закона. Вот есть осужден, почему Украина не отдает Грузии человека, который приговорен к трем годам, по-моему, только за это. Он украл из бюджета, присвоил 5 миллионов долларов. Миллионов? Миллионов долларов. Нет, я думаю, миллионов. Миллионов. Значит, по, вот в Израиле сейчас там какой-то какой-то подарок этого, дорогостоящего напитка, какие-то сигареты. Сдавать надо. Да, и возбудили. Значит, если один из представителей Евросоюза использует самолет в личных целях, его, этот, наверное, на самолетах разлетал, на эти, как его, на инъекции, на массажи, все равно все сходит с ровно. Я помню, был скандал с Рейганом, ему какой-то его обожатель, богатый, подарил, Игорь, ковбойские сапоги из какой-то экзотической шкуры. Выяснили, что стоят они тысячу долларов. И началось. А больше какой-то суммы 300, я не помню точно, Я тебе скажу. 300-200. Надо сдавать. Так выяснилось, этот, тот, кто дарил подарок, он сказал, сапоги ношенные были. Вот, вот тут все хохотали, конечно. Официально подарок официальной организации Центральное разведывательное управление 50 долларов. Все. Это вот выше, это уже, это уже рассматривается как взятка. Понимаешь? то есть у нас-то не было никаких ограничений, ты свое там что-то дарил, да? А там все четко расписано. Вот 50 долларов и все. То есть на 50 долларов ты можешь открытки, пластинки, там что-то. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, вот недавно смотрел документальный фильм про предателей середины 70-х годов в СССР, и там одному предателю заплатили в общей сложности около миллиона рублей наличными, ну, ЦРУ заплатило. Вот, скажите, пожалуйста, откуда у ЦРУ миллион рублей наличными? Ведь тогда средняя зарплата была 150 рублей, и миллион наличными это были заоблачные деньги. Спасибо. По-моему, это Толкачев. По-моему. Значит, самое главное, что он не успел потратить эти деньги. Вот вопрос, откуда... Добыча, да, вот добыча этих наличных. Это очень несложно с учетом возможностей спецслужб. Ну, все же знают, что идет обмен валют и так далее. То есть торговля идет, ну, мы рассчитывались рублями с кем-то, и долларами рассчитывались, да, различные валюты. Это не вопрос вообще для спецслужб. И если кто-то думает, что спецслужба должна напечатать фальшивые этим расплата, это чушь. Была бы задача, спецслужба могла рассчитаться и тугриками, и франками, и долларами, и фунтами. Это не проблема. Откуда у ЦРУ миллион рублей? Смешная сумма. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, Святослав. У меня вопроса два к Игорю. Первый вопрос, что он может сказать про события и кто отдал приказ о расстреле грузинского населения 5 марта 1956 года в Тбилиси? Сколько жертв? И второй вопрос, а что будут делать Михалков, например, Лунгин и другие, в общем-то, и собственно Мединский правительство после того, как исчерпается тема Советского Союза? Что вот им? Они, наверное, будут уволены без содержания. Что им делать? Спасибо. Начну со второго. Некомпетентен ответить на этот вопрос со второго вопроса. Я имею в виду... Все, что я вижу... Игорь, извини, я очень быстро. Ты имеешь право. Все, что я вижу, оттепель, форца, все... Стиляги. Смех. Это вот у тебя неправильно вызывает смех. Но я-то в этом вижу компанию. Это направленные удары в одно и то же место. Я прекрасно помню форца. Я многих из лиц той профессии знал. Ну, мы все вертелись в центре, на улице Горького. Вот. Да не так все было. Да совсем не так все было. И я могу. И вроде в этом фильме автобусы... Нет, они такие были. Вот вам вот вы посмотрели документальный фильм открытки, а не так сделали. Игорь, все. Что касается первого вопроса, вопроса расстрела демонстрантов 9 марта 56-го года. Вы удивитесь, а я был шокирован в свое время, когда после 9 апреля 89-го года расстрела... 87-го... 89-й. 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 В Тбилиси на проспекте расстрелили. Вместе с теми, кто погиб на площади и жертвами чрезвычайного положения, которое было введено, 9 апреля 89-го года мы потеряли 21-го гражданина Грузии. 9-го марта 56-го года 21 гражданин Грузии. Мистика. И там, и там девятки, и там, и там 21 труп. Это вот меня как-то, знаешь, насторожило. Я был поражен. Вообще, я думал, что в 56-м году больше было. Потому что у нас до последних дней на здании телеграфа Тбилисского на проспекте Руставили. Пули эти были не залечены, их просто вот. Ну, то есть, так и оставили. Так и оставили, да. И, кстати, парадокс тоже большой. В 56-м году на демонстрации, которая была посвящена отстаиванию доброго имени Сталина, 17-летний Звиад Гамсахурдия был привлечен как к ответственности. Это тоже. И у меня минута осталась. Игорь, что ты можешь сказать о выводах комиссии Собчака? Я могу сказать очень коротко. Первая комиссия была намного объективней. Все? Все. Игорь, огромное тебе спасибо, что пришел. Тебе спасибо, что приглашаешь. Меня всегда спрашивают, чего ты так часто чекистов приглашаешь. А я приглашаю чекистов, которые хорошие аналитики, которые, между прочим, и повоевали, и были на оперативной работе. И, похоже, те, кого я приглашаю, действительно, стыдиться им нечего. Спасибо, Игорь, еще раз. Надеюсь, не в последний раз все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания. До свидания. Леонид Володарский Этим голосом сказано все.